Опережающая подготовка для отрасли экономики рабочих и специалистов, отвечающих современным требованиям, является задачей систем профессионально-технического и среднеспециального образования, которые взаимно интегрированы и представлены сетями таких учреждений, как ПТО, профессиональные лицеи, профессионально-технические колледжи. Сегодня все чаще и на всех уровнях говорят об унификации образования. Ярким примером данной унификации является учреждение образования Кобринский политехнический колледж, который соединил два учебных заведения – строительный СОС и художественное училище. Сегодня высококвалифицированные педагоги, не изменяя статусу строительному, готовят специалистов, которые будут весьма востребованы предприятиями, поскольку специализация достаточно широкая – от газосварщика, сантехника и укладчика плитки до мастера по резьбе по дереву и декоратора. Если коротко, то руководитель, сделав заявку, получит целую бригаду, имеющую не только построить дом, но и декорировать его надлежащим образом. Процесс, поначалу вызывающий трудности, прошел весьма успешно. Просто художественное училище стало отделением художественных ремесел и деревообработки. Налицо и унификация, и оптимизация. Практически никаких существенных изменений не произошло. Как работали люди, так и работают в этом отделении. Не поменялся практически штат, коллектив. Идет набор по тем же специальностям, по которым велась подготовка и ранее. По специальностям художественного профиля и деревообработки. То, что касается строительного профиля, там абсолютно никаких изменений не произошло. Что дало такое объединение? Значит, оптимизация отдельных специальностей. Но это сейчас можно говорить, что все гладко прошло. Ведь к этому руководители и области, и районы, и учреждения образования готовились. Все до мелочей продумав. Благо, материально-техническая база была весьма солидной. Именно на этом фундаменте создали такой ресурсный центр, которому можно позавидовать. Современные мастерские, суперновейшие станки, начиненные электроникой. На них работать в радость не только учащимся, но и самим педагогам. Да, вложены в этот центр немалые средства, порядка 3,5 миллиардов рублей. Но эти вложения обоснованы. И, как выражаются специалисты, уже в скором времени отобьются. Надо сказать, что область серьезно старается развить профессиональное техническое образование, для того, чтобы готовить тех специальностей, которых нет сейчас. Сегодня, в самом деле, я возглавляю одно из самых серьезных, мощных учреждений профессионального образования области. Мне так кажется. И оно вот такое разноплановое, художественное ремесло, строительное направление. Очень хотелось бы реализовать планы, которые мы ставим на ресурсный центр сегодня. В ресурсный центр вложены серьезные деньги. Более 3,5 миллиардов белорусских рублей. Закуплено новейшее санитарно-техническое оборудование. Закуплены сварочные аппараты, сварочное оборудование по всем видам сварки. И я очень хочу, чтобы вот это оборудование работало сегодня, чтобы оно у меня не простаивалось. Есть уверенность, что тот отбор, который проходят ребята, поступая в политехнический колледж, позволит добиться поставленных руководителями цели. Несомненно, что юноши и девушки приходят сюда талантливы. Подтверждение музея творчества. Такие работы, сделанные ребятами и педагогами, не часто встретишь. Но талант невостребованный часто пропадает. И вот здесь следует отметить четкую работу в направлении непрерывного образования, от среднеспециального к высшему, а также участие в процессе преподавателей университетов и нанимателей. То есть молодой человек, поступив в СУС, получает и высшее образование, и точно знает, что будет востребован после окончания именно эту задачу и ставил три года назад руководитель области. Надо сказать, что эта задача выполняется, потому что я когда-то сказал, что надо, чтобы вот свои знания, наша профессора, которая преподает в университетах, она начинала, но со своими знаниями шла туда вниз, в школу, и там вот проводили специальные занятия с теми даронными детьми по направлению, по профилю. Если это хорошие математики, видно задатки физики, значит, вот именно те работники или преподаватели университета, он должен с этой группой работать в школе, чтобы на этом этапе уже немножечко их больше развивать в этом направлении, на что он способен, на что он талантливый и так далее, и так далее. Поэтому эта задача выполняется. Об этом и не только говорил Константин Сумары на встрече с коллективом учебного заведения. Рассказывал и об экономическом положении региона, анализировал и сравнивал. Особо затронул тему образования, подчеркнув, что одна из главных задач педагога – воспитать не только классного специалиста, но и человека. Конечно же, ответил и на все интересующие вопросы с простотой и мудростью. Наверное, поэтому в подарок учащиеся вручили губернатору именно мудрую сову. На все трудные и нерешенные вопросы Константин Сумар ответил и в ходе приема граждан по личным вопросам. Приятно заметить, что начался диалог руководителей Кабринчан со слов благодарности. Жители нашей деревни Еленичи благодарят вас, газификации нашей деревни. Мы очень рады и довольны. Благодаря вам к нам в деревню пришел газ. Большое вам спасибо. На все шесть обращений Константин Сумар дал полновесные ответы. В большинстве обратившиеся остались удовлетворены принятыми решениями. Если сравнивать с приемами прошлых лет, количество обратившихся резко уменьшило, что говорит о слаженной работе местной вертикали. Такие приемы, конечно же, должны проводиться. И тут нет никакого другого мнения о том, что их надо или не надо проводить. Потому что люди все равно приходят с той болью, которой, ему кажется, она должна лечиться именно на приеме. Или решаться проблема именно на приеме руководителя региона или руководителя области. Поэтому прием тоже прошел, я считаю, аналогичный, как многие приемы. Те люди, которые пришли с теми проблемами, которые действительно разрешимы и которые надо было разрешать, и разрешимы, они ушли довольны с этого зала. Проблемы острые не будут, но их слабо становится с каждым днем меньше. Вот это самое главное. И это я еще раз не раз подчеркивал, что это значит, как вывод, что на местах все-таки лучше стали относиться к просьбам и то, что можно, решать на местах.